Превращающийся Часть 1 Высказывание, превращающийся в ябертекст и анализируемый в качестве такового Глава 6 От аналитики аллегория к аналитике брендов, от стабильности к развитию Така заглаблена статья преемника Владимира Путина Да это все брендирование, скажет мне пиарщики снисходительно Вот-вот, легче всего возобить Да пошли вы куда подальше с вашим брендированием Вспомнить фразу, сказанную у жениху невесты из анекдота Ты меня действительно любишь или это пиар? Проклясть политтехнологии, доказать, что любо-либо Либо эти технологии погубят Россию, либо их место займет идеология Обсудить соотношения с имуликой подлинности Все это, наверное, я бы сделал, если бы Если бы не предложил перед этим сам испытывать контексты реальностью Организовывать, иначе говоря, алхимическую свадьбу его, текста и ее, реальности Но коль скоро я эту свадьбу справил, коль скоро сойти породила аллегорию Как я в этом случае могу сказать посталлегорическому брендированию Иди-ка ты куда подальше Пренебрегая брендированием, я нарушаю чистоту своего химического, или алхимического, эксперимента А нарушив он и на что я могу рассчитываться Я ведь уже говорил о необходимости неклассического или постклассического подхода Брендирование части оного Пренебрежительное отношение к брендам несовместимо с аналитической пост, сверх, не, классикой, единственно адекватной происходящему в нашей стране, да и во всем мире Во-первых, потому, что слишком многое сейчас является именно брендами Откинишь это много и вообще ничего не поймешь Во-вторых, потому, что какие-то компоненты бренда все же перетекают в реальность Бренд держательности и стабильности, порядок, вертикаль власти, что-то как-то угомонило в нашей крайне неблагополучной реальности Мы хотя бы огрызнулись в Чечне и смыли позорное клеймо хасавортовского предательства Так что давайте не будем пренебрегать брендами Но и отождествлять их с идеологией давайте тоже не будем Бренды они и есть бренды Не больше, но и не меньше Рассматривая бренды как систему, они всегда складывают систему Мы должны не просто подчеркивать отдельные слова и говорить Вот один бренд, вот другой, третий Система брендов это не набор брендов, а принцип организации Чтобы раскрыть принцип, надо дополнительно к понятному слову бренд ввести еще два менее понятных слова Генерализованный бренд и супер бренд Генерализованный бренд это тот бренд, вокруг которого организуется политическая речь То есть это главный бренд, доминирующий над другими Он также заявлен, как и другие Также внятен или даже более внятен Он просто главнее других Супер бренд это нечто большее Он может быть не задан явно в политической речи Но может не явным образом управлять и этой речью, и подходом, порождающим речь И связью между речью и поведением, и политическим мироощущением Бренды предыдущего периода, 2000-2008, общеизвестны Стабильность, державность, предсказуемость, вертикаль власти Главный среди них, генерализованный бренд, это все же стабильность А вот супер бренд, чтобы выявить супер бренд, нужны специальные исследования Супер бренд может и не являться стержнем декларации или даже ядром политической лингвистики Кроме того, при такой социальной, да и не только, дифференциации нет единого супер бренда для всего общества Есть супер бренд элиты, супер бренд неэлитных слоев нашего общества По нашим оценкам, элитным супер брендом периода с 2000 по 2008 год Ио 008 является связка по именованию Брежнев и Застой Я никоим образом не хочу этим сказать, что Путин это Брежнев новой эпохи Путин во многом антипот Брежнева, молодость, здоровье и решительность У него другой, по сути альтернативный, политический стиль Наконец, Путин аккуратно использует даже адресацию к совсем иному прецеденту В том числе, когда говорит, что надо развиваться или нас сомнут Но Путин не захотел мобилизационно раскурочить унаследованную реальность Не захотел и все Он отнесся к этому наследству как чему-то, что надо упорядочить И упорядочил, причем достаточно жестко Возникла сумма двух слагаемых Одно Путин как тот, кто упорядочивает Другой реальность, откликающаяся на это упорядочивание Реальность откликнулась на упорядочивание с провокативной податливостью В любом случае, сумма двух слагаемых даже в арифметике не равна одному слагаемому А уж в политике тем более Процесс упорядочения и встречная реакция упорядочиваемого породили нечто Внутри этого нечто возник и 0.008 в качестве неявного супербренда Присмотримся к тому, что свидетельствует в пользу такой гипотезы Например, к риторике правящей партии Единой России Одним из наиболее внятных, заметных и молодых функционеров этой партии является господин Мединский Подчеркнуло избежание недоразумений, что, по моей оценке Господин Мединский далеко не худший представитель данной партии Е высшего эшелона Он хороший полемист У него есть позиция и есть желание ее высказать Но позиция как раз и состоит в том, что Брежнев и Застой это совсем неплохо А может быть, и не просто неплохо, а хорошо А может быть, и не просто хорошо, а Ну, скажем так, идеально в рамках возможного Господин Мединский много раз высказывал такую позицию по телевидению Но поскольку большинство функционеров уровня Мединского, или большего, позицию вообще не высказывают с надлежащей глубинной разверткой То по прямым высказываниям ничего доказать нельзя Скажут, что это мнение Мединского и только Но я могу приложить к этому мнению многое другое Например, мониторинг государственного телевидения В массе передачи осуществляется глубокая ревизия образа Брежнев и содержания так называемого брежневизма Я же не говорю, что это все директивно управляется из Кремля Я не столь наивен, кроме того, если бы это управлялось из Кремля, было бы неинтересно То-то интересно, что это делает элита, а не стеблишмент Массмедийная элита, и не только она К этому могу добавить еще способ оперирования историческими прецедентами Спикер парламента Слизко, например, никогда ничего не говорил о том, что Брежнев ее любимый герой Для нее это недопустимо эксцентричное высказывание Но она предлагала бороться с нынешней организованной преступностью, да и криминальностью в целом С помощью воскрешенных народных дружин То, что эти дружины не могут, оказавшись погруженными в нынешний контекст, не стать перифериями банд, она не учитывает При этом ее высказывание это и не проект, и не пиар Это мироощущение Невнятное предъявление чего-то типа долженствования Надо бы, чтобы было так, речь идет не о том, чтобы бросить камень в чей-то конкретный огород Почему бы Слизко не предъявлять такое надо бы? В любом случае, оно на порядок лучше того, что предъявляет Ксения Собчак У которой совсем другой надо бы Но даже антагонизм этих надо бы не подрывает единство супербренда Константин Устинович Черненко и специфический журналист Виктор Луи, являвшийся посредником в международных, американо-советских и иных элитных коммуникациях брежневской эпохи, могли быть полными антиподами по части надо бы Однако супербренд был одним Эксцентрика Виктор Луи, в том числе и в виде почти невозможного на московских улицах автомобиля марки Porsche, допускалась супербрендом эпохи, предполагавшим как субукладность и субкультурность, так и сцементированность всего этого многообразия какими-то правилами общей социальной игры Внятные формулировки Мединского, менее внятные адресации слизки, что еще привести в доказательство Нарастающую канцеляридность речи Генерализованный интонационный стандарт В конце концов, все, наверное, понимают, что я говорю не о буквальном копировании той эпохи, но невозможно Я о чем-то, что разлито в нынешнем воздухе И не только в воздухе, которым дышат обитатели элитных особняков ценой в десятки миллионов долларов Тем же воздухом дышат обитатели гораздо более скромных коттеджей И даже соединговых строений с аккуратно подстриженными газончиками и умельными гномиками посреди ионах 8 февраля 2008 года Президент Р. Владимир Путин проводит в Георгиевском зале Кремля расширенное заседание Госсовета, на котором обсуждается стратегия развития России до 2020 года Какая именно бюрократическая ворожба привела к тому, что я оказался в числе слушающих, установить невозможно, да и не нужно Но, оказавшись, я попытался использовать эффект присутствия на 100% То есть извлечь из происходящего некая политико-психологическое содержание Владимир Путин говорил о развитии, а элита слушала Она не фыркала, упаси бог Она умилялась, восторгалась Но содержание было ей абсолютно чуждо Не говорю об отдельных людях, говорю о социальном целом Целая ведет себя совсем не так, как отдельные люди Целая выявлялась совершенно так же, как на 25-м съезде КПС И что дальше? Можно ли противопоставить элитному бренду народной? И сказать, что бренд 0008 это Сталин? И да, и нет В народных массах рейтинг Сталина кроет все остальные рейтинги Это не случайно Но функционирование супер бренда Сталин в неэлитных слоях общества весьма специфично Нынешний способ функционирования этого супер бренда мечты тенапаслив Мол, хорошо бы, эх бы, но, словом, нужно, чтобы этот Сталин заявился вовсе дома, кроме моего собственного Никакого отторжения Сталин не вызывает Вызывал, но уже не вызывает Восхвалять его, адресоваться к его опыту, все это не только допустимо, а стало хорошим тоном Лезть же снова в холодную воду реального сталинизма, нет уж, лучше теплая субстанция статус-ква Пока надо всем доминирует желание сохранить статус-ква Или, еще точнее, не оказаться еще раз в уговороте перемен Присказка Брежневской эпохи только б не было войны Присказка нынешней только б не была реформ Присказки разные, но сходства есть Ред площадей конца 80-х годов Мы ждем перемен Заменено сдержанное всеобщее рычание и никаких перемен Никаких вообще Ни на йоту Зилганов и Жириновский это тоже перемены Хотя, представьте себе кандидата по фамилии Жириновский По официальным цифрам, он набрал бы примерно 30% Оторвать от партии власти наиболее патриотическое крыло он бы мог А это еще 15-20% Кроме того, никто не знает, кого бы он мобилизовал из непришедших Мне скажут, что такого кандидата нет Я отвечу характеристикой Крамвиля, данной героем романа Дюма 20 лет спустя Такие люди подобно молнии О них узнаешь, когда они поражают Так хотят люди перемен или не хотят? А вам никогда не случалось чего-то не хотеть, причем очень страстно и одновременно? Словом, все, что ниже элиты и очень условного среднего класса, находится в крайне неустойчивом состоянии Поэтому я предлагаю все же для начала сосредоточиться на этом самом N0008 Сохраняется ли он в ситуации, маркируемой избранием Медведева? Или же речь идет о кристаллизации нового элитного супер-бренда, а значит, и нового периода современной российской истории? Вопрос серьезный, и потому не будем слишком торопиться с ответом Признаем, что в вопросе о супер-бренде много неясного Продолжение следует...